В ночь на среду недалеко от остановки улицы Аэродромная столкнулись две иномарки. В каждой машине, кроме водителей, находились пассажиры. Водитель Короллы подвозил двух девушек. В аккорде вместе с шофером ехали двое приятелей. Несмотря на довольно ощутимый удар, помощь врачей никому не потребовалась. После аварии между водителями возник спор о виновности. Каждый был уверен, что правда за ним. По поводу направления автомобиля разногласий не было. Шофер Хонда объяснил, что двигался со стороны проспекта и собирался свернуть налево в жилмассив. Королла его нагоняла и врезалась в аккорд в тот момент, когда его владелец приступил к маневру. Арендатор Тойоты объяснил, что хотел обогнать непонятно почему притормозившую впереди иномарку. По его словам, понять, что оппонент готовится к повороту было невозможно, поскольку водитель Хонды якобы не включил указатель поворота. Обвинение в свой адрес шофер аккорда отверг. Ворачиваю налево, услышали скрип тормозов и попали в ДТП. Дяденька, парень, въехал у нас. А дяденька как-то объяснил? Дяденька говорит, что я поворотник не включил, что у него есть свидетели. А я всегда включаю поворотники. И у вас тоже есть свидетели? Конечно, само собой. Свидетели, правда, внести ясность тоже не смогли, поскольку поддерживали взаимоисключающие версии. В связи с этим решить, кто виноват, инспекторы на месте ДТП не смогли. Точку в этом споре предстоит поставить сотрудникам отдела дознания. С одной стороны, правила запрещают обгон транспортного средства, водитель которого подал сигнал поворота налево. С другой стороны, выполнять левый поворот шофер может, лишь убедившись в отсутствии помехи. С места происшествия Виталина Кондрахина, Мария Дедова и Виталий Векслер.